Здравствуйте, здравствуйте всем из моего такого цветника красивенного, обалденного. Вот Лена лето потрудилась, посеяла семечки в землю, зарыла весной. Гляньте, какая красивая у меня красота. Ох, какая же это красота, гляньте. Красивая красота, говорю. Просто у меня нет слов, и вот эмоции настолько переполняют, что я просто в таком восторге, что не могу не сказать красивая. Еще раз красивая, еще раз красивая. Гляньте, какая прелесть, гляньте. Просто чудо-диво, как красиво. Смотрите, цветочки у меня какие, всевозможные. И такие, гляньте, и такие, и вот такие. И вон там вот бархатец распустился. И женская радость, вот она моя, затаилась. Но у меня уже выходят фавориты, уже не герань, как раньше была, а вот именно бархатцы. А вот именно вот цинья расцвела у меня, сейчас я вам покажу. Так. Сейчас я повешу этот, вот этот цветочничек, этот вот, этот цветничок, вот этот красивый. Видите, цинья какая, красавица. Гляньте, я вам сейчас вот так ее сюда покажу. Вот так вот. Гляньте-ка, какая куколка. Это цинья у меня такая. Ты лапа такая красивенная. Просто обалденная. Необыкновенная. Целая вселенная. Сейчас поставлю вот сюда. Гляньте, как красиво, да? Это моя цинья такая куколка, такая лапочка. Лапатулечка такая, красивая у меня. Ой, сказочка. Это мои ветроки эти, фиолы. Ветрока. Вот она. Гиганты швейцарские. Видите, какие красивые. Вот. Ой, просто красота все. Просто прелесть. Просто, просто сказка. Ой, просто сказка. Сказка сказочная. Красота еще. Ольца на тонкой ножке. Видите, ветром колышет ее. Как она радуется жизни. От цветов прямо свечения идет. Обратите внимание. Вот так, если присмотритесь. Какое-то прямо свечение от цветка. Сейчас я прямо заметила его. И оно буквально вот испарилось. Только я подумала о том, что я вижу это свечение. Оно было. Ой, красота. Новые цинии будут у меня вот тут свести. Тоже их много-много-много. Дай бог, чтобы они зацвели. И надо поливать. Прямо вот один день и вся водичка выпита. Пойду сейчас водички налью и буду поливать мои цветочки. Давать им жизнь через водичку. Так, голубчики мои красивые. А это бархатец вот-вот распустится. Видите, вот. Сразу не обратила внимания. Прямо в одном горшочке у меня сидит вот и циния. Красавица раскрасавичная такая вот она, циния. Ой, конечно, она красивая. Волшебная, да? Видите, как красиво. Чудо-чудное, диво-дивное. Прямо остановись в мгновение, называется ты прекрасна. Гляньте, как красиво, да? Вчера была в Идилии. Там столько цветов. Хочется прийти днем погулять и показать вам днем цветы, которые я там видела. Какие-то необыкновенные цветы. Я пыталась вчера в темноте снимать, но у меня не получилось на прямом эфире. И там столько слов мне в адрес говорили прекрасных. И я уже хотела поделиться видео. Нажала, и звук исчез. И то, что вот еще говорили мне комплименты еще и еще там. Приятно, это мои подписчицы. И оказывается, у нас общий знакомый есть. Ребята, это так здорово, когда тебя так любят. Это просто вот дорогого стоит. Это я не знаю. Это вот жизнь прожита не зря, правда. Когда ты испытываешь от людей вот такую обратную связь, полную любви. Энергия от людей идет к тебе. Полная любви энергия. Это просто потрясает, поражает и радует. Радует. Честно. Настолько радует, что кто-то там живет и говорит, я богатый. Но я скупой на эмоции, на друзей. Я не трачусь на мир. Я ничего бесплатно не делаю в этом мире. И, в общем-то, я считаю, тоже по-своему несчастные люди, да, которые вот такие скупердяи вот так вот. Сидят они над золотом чахом. Тоже крайняя какая-то точка. Вот. Мне говорят, а что ты, вот мой свекра, говорит, а что ты в жизни, ну, как бы, добилась чего? Я говорю, у меня друзья. А вот он говорит, а что, друзья, тебя накормят? А у меня вот, говорит, пенсия большая. Ну, а вот, понимаете, мы из разных миров. Вот я выросла с другими родителями, да, в другом мире. У меня это как-то дико было, когда он вот это сказал. Типа, что тебе просто добро твое, что оно значит в этой жизни? Да ничего, у меня вот деньги. Вот. И мне как-то это жутко. Мораль такая, конечно. Вот. И вот, знаете, благодаря Богу, вот, такое отношение людей ко мне. Да, жалко, он умер, этот человек уже. Я сейчас бы показала бы ему мои видео, показала бы, как вот люди ко мне. Со всех, со всех, как говорится, точек земли пишут и благодарят меня. И вот человек отдыхала на Тайе, и вдруг она услышала, что мне бы микрофон. Прислала прямо сумму, сказала, Леночка, вот знаете, на Валбери сколько стоит этот микрофон? Викуля вот прислала мне микрофончик. А сейчас, конечно, микрофончик сломался. Я говорю, ребят, мне, конечно, нужен, нужен обязательно микрофон. Вот, кто бы меня услышал так, как Вика. Вот. И прислал бы мне прямо на микрофон сумму, чтобы я сейчас бы раз и заказала бы микрофон. Ну, потому что голос, конечно, у меня сел. И, в общем-то, я сорвала голосовые связки. И сегодня я слушаю Светлану Розину, да, солистку группы Мираж. Как она говорит о голосе, как о очень таком инструменте, трогательном таком, тонком, который надо беречь. Что даже певцы не разговаривают. Я ведь и блогер, я же говорю. И показываю, рассказываю и пою. И, конечно, нагрузка на связочки очень сильная, заметная. И высокие мои ноты пока спят. Я не знаю, вернутся ли они ко мне. Очень бы хотелось, чтобы они ко мне вернулись. Вот. Нотки в моем голосе. Сопрано 1. Вот. Чтобы они у меня вернулись там. Понимаете, мне так хочется, чтобы моя сопрано зазвучала с прежней силой и красотой. Вот как сглазили. Понимаете? Злые языки. Вот. И мне хотелось бы все-таки действительно вот участие в вашем в моей судьбе. Такого откровенного, такого доброго, да? Вот. Кто-то меня, вот я пришла в ресторан, меня мои друзья, да? Хозяева ресторана угостили. Вот. И мне так приятно, так приятно, что меня так вот любят, да? Вот. И я пришла в другой ресторан, меня угостили. Как блогера, как дегустатора, да? И мне приятно. И хотелось бы, чтобы как можно больше людей понимали, что... Ну, действительно, вот с меру по нитке от каждого какая-то поддержка, какая-то помощь, да? И как она важна другому человеку творческому, у которого нет пока концертной деятельности, вот. И, ну, поддержали бы меня, поддержали бы как человека творческого, вот. Который-то, в общем, собственно, не бездельник человек творческий. Я вот как человек творческий дарю вам энергию своего творчества, мира моего, да? Красоту мира моего. Вы познаёте как-то новый мир со мной вместе, да? Никогда люди, говорят, не обращала внимания на цветы. Это было не моё, мне это было не надо, вот. Вчера в кафе женщина подошла, говорит, купите, пожалуйста, цветочки. Вот. Ну, я говорю, спасибо. Цветочки я люблю всё-таки живые. Она говорит, они и есть живые. Знаете, я на цветочки со срезанными, да, вот, со цветиями смотрю, как на покойничков. Ну, как на инвалидов, вы понимаете. Был цветочек, как говорится, цвёл, и вдруг его взяли, обрезали этот цветочек и поставили умирать в вазончик. Вот. Так бы он прожил бы этот цветочек ещё долго-долго. А тут его раз, срезали, обрезали, приговорили, как говорится, к смертной казни за красоту. Это грустно. Вот этого не хотелось бы, чтобы это было. Вот. Хорошо, когда тебе дарят цветочек, красивый такой цветочек в горшочке. Его поливаешь, у этого цветочка есть какое-то развитие дальше. Вот. Какой-то прогресс существует. Ты наблюдаешь за этим цветочком, растишь его, любуешься и наслаждаешься этим цветочком. И он тебя радует, этот цветочек. Вот. А не то, что ты взял его, через три дня мусорку выкинул. Вот. Вместе с водой этой, которая уже не очень-то хорошо и пахнет, эта вода. Вот. И... Ну, обидно, обидно вот это, что люди не понимают этого. И, конечно, наслаждением доставляют вот эти букеты со срезанными цветами. Подарить, преподнести. Вот. И ничего в памяти у человека порой и, как говорится, не останется, да? А так вот посадил цветочек человек в горшочек. Или купил в горшочке цветочек, подарил. Вот. И у тебя прямо, ну, постоянно, постоянно живет это растение. Напоминает о человеке. Вот. О минутах хороших, таких, добрых, да? Вот. И ты счастлив. И человек счастлив, что ты ему говоришь, а я тебя вот... Гляну на цветочек и вспомню о тебе. Гляну на цветочек и задумаюсь о том, что ты в моей жизни появился. Такой хороший человек, да? Вот. Я хочу зарядочку перезарядить. Переподключить. Мне зарядочка другая нужна. Это зарядочка. Коротенький проводок. Сейчас я ее постараюсь переподключить. Тут так. Угу. Длинный проводок мне нужен. Так. Что, друзья мои, ждите меня сегодня в прямом эфире. Не знаю, во сколько я появлюсь, но когда-то я появлюсь. В общем, можете оповещение включить, когда я в прямом эфире, чтобы вы меня не пропускали, чтобы вы меня не теряли из виду. Вот. Чтобы я была у вас на примете, как говорится, в интернете. Была бы у вас на примете. Вот. Вчера друг мой говорит, а, Лена, теперь ты у меня вот в оповещениях появляешься, что ты в прямом эфире там или видео вот выложила. И я, говорит, вижу, смотрю все твои видео. Мне так приятно вообще. Очень приятно. Это же, честно говоря, не ожидала. Вот. Ну что, друзья мои. Ну, такой красивый мой мир. И всем, говорю, сажайте цветочки. Конечно, огорчает, что на улице мои цветочки завяли. Я так увлеклась, как говорится, деятельностью этой, да? 24 часа в сутки. Я здесь, я даже из дома. Вот, не выходила. В общем, собственно, вела-вела прямые эфиры и разговаривала с вами, выкладывала видео. И на это вот ушел целый месяц, полтора месяца у меня жизни моей. Я даже ни пляжа не вижу, ни речки не вижу. В общем-то, я вся вот, вся вот, вся-вся отдаюсь этому процессу, да? И вот я даже поражаю, что на улице никто, никто не поливал цветочки мои. Вот. Незаметно, прямо как-то внезапно они завяли. Вот. Я упустила это из виду и думаю, хоть бы позвонил, кто сказал, Лен, у тебя там цветочки завяли. Всем пофиг. Честно. Вот. Я вот удивляюсь, что вот, хоть бы кто-нибудь написал, Лена, полей там цветочки на улице, да? Выйди, полей. Вот прямо так вот, настолько я вот увлеклась, да? Вот садом вот этим, да? Что забыла, что там тоже у меня надо их поливать. Я думала, там, все-таки, думаю, тут горшок маленький, земля быстро испарения эти вот, ну, как говорится, отдает миру и влага уходит. А там, думаю, все-таки земля, корневая система мощная и выживут. Не, не выжили мои цветочки. Вот. И я поняла, что людям как-то вот из подъезда им все равно, что есть этот мир растительный, что его нет. Мы прибегают мимо и даже, мне кажется, люди уже не замечают ни цветочков, ничего. Они бегут просто по своим делам. Вот. И, конечно, это очень грустно. Очень грустно, что нет вот такой между людьми и дружбы, вот такой поддержки, как бы начинания такого красивого, да? Что людям все равно, что они видят из окна, выходя из подъезда, вот, настолько меня это все потрясает, конечно, вот. Я как-то, честно говоря, крылья опустила и сказала, да, наверное, есть вот мой мир, который вот у меня вот со мной, да? Вот. И, как говорится, он меня радует этот мир и, наверное, заниматься именно вот этим ближним миром. Вот. Хотя я уже сделала большое дело, и мама моя, и семья моя деревья посадили, цветы посадили. На пустыре, на котором безжизненная пустыня просто была, все горело, все погибало там, вот. Конечно, если бы был бы там чернозем, сейчас еще бы привезли бы, да, на это место, на этот участок, как бывший управляющий компанией нашей Царства Небесного Константин Борисович Нурницын. Вот был управляющий компанией, вот это был управляющий у нас, да. Я его часто вспоминаю, с таким чувством благодарности и сожаления, что такой человек все-таки ушел из жизни. Вот. Все-таки рано он покинул нас, вот. Был такой деятельный, он деятельный был человек с таким запалом таким, знаете, вот, сделать красивым двор, красивый дом. Вот. Сейчас я этого, конечно, не наблюдаю. Ну, вот, просила там управляющую, чтобы забор сделали, красивый полисатник. Ну, стыдно же, уже в 21 веке живем, и подъезд такой центровой самый, да, люди обращают внимание, а забор у нас такой деревянный, который мы с соседями, соседи и ребята сделали из балконной вагонки, которую не выкинули на помойку, а вот сделали вот такое временное, такое ограждение, чтобы там цветы росли. А другому соседу цветы мешают под окном на первом этаже. В общем-то, я поняла, что ему не надо цветы, я их вообще пересадила в другое место. Вот. И как-то вот так вот, как-то вот так грустно, грустно, грустно все это, ребят, очень грустно. Печаль какая-то от всего этого состояния. И, в общем-то, ты понимаешь, да, есть твой мир, есть маленький кусочек, который твой, да, и ты его украшаешь. И, в общем-то, наверное, не надо ни от кого ничего ожидать, никакой поддержки, никакой помощи. Вот все, что ты можешь делать, батюшка сказал, делайте доброе. Вам нравится делать добро, творить добро? Я говорю, да. Ну, за добро будете страдать, Иисус говорил, Христос, да, батюшка мне сказал, церковь. Ирий, батюшка такой есть, вот, Дионисий. Делайте добро, он говорит, если вам вот это приносит удовольствие, делайте добро, несмотря ни на что, делайте его. В общем-то, я прихожу к выводу, что я буду делать добро. Сегодня был дождь. Я вчера Бога попросила, Господи, дай дождя. И прямо ночью, вот, я хотела ночью вчера полить, пойти цветы. Вот. Пришла из-за идиллии и говорю, пойду полью. Ну, как-то, говорю, должен же быть дождь. Обещали дождь. И я еще и Бога попросила, помимо прогноза погоды, да, чтобы Господь услышал меня и послал дождя. И вот, представляете, ночью был дождь. Я так рада, что Господь услышал меня, помог мне. Вот. Так что, ребят, по молитвам нашим приходят чудеса в нашу жизнь необыкновенные. Я вчера столкнулась с рядом чудес, и я просто вот говорю вот всем, будьте добры, будьте нежнее к миру, к этому незлопамятными будьте, и Бог вам подаст радость. Обязательно подаст радость. Такую вот неожиданную радость, нечаянную такую радость. Вот. Была с вами Лена Лето из интернета. Прекрасных вам выходных. Прекрасного вам лета. Вот сейчас макушка лета, середина июля. Вот. Желаю вам всем добра, радости. И творите, творите добро. Обязательно творите добро. Пусть от того, что вы богаты, что вы обладаете каким-то имуществом, которым вы можете поделиться, чтобы всем стало хорошо. Вот мое все имущество, которым я могу поделиться с вами. Вот. Я делюсь, у меня нет ни машины, ни богатства, ни бриллиантов. Ничего у меня нет. А вот есть вот этот мир, моей души. Вот. Я живу и говорю всему, всему живому, дыши, радуй, дыши, цвети, расти, украшай этот мир. Каждому человеку, говорю, если есть чем поделиться, вот богат, у тебя есть деньги, поделись другим, поделись тем, кому нужна твоя помощь. Вот мне нужен микрофон. Поделись со мной, богатый человек. Поделись, пожалуйста, со мной всяк богатый, заходящий на мою страничку, заходящий мой мир. Вот. Вот. Поделись тем, что ты можешь. Я вот делюсь с тобой тем, что в мире моем. Вот. И... А ты поделись тем, что в мире нет чего, нет в моем мире. Я бы столько песен написала, я бы столько сыграла, столько бы спела. Вот. Поделись улыбкой своей, да, вот так говорится, от улыбки целый мир светлей. Вот. Поделись, поделись, что у тебя есть, и будет мир добрей. Вот. Поэтому я обращаюсь ко всем людям. Способным помочь. Лейна Лето. Лейни Лето. Из интернета. Помогите, пожалуйста, кто чем может. У меня есть такие донатики. У меня к каждому видео прикреплен QR-кодик вот в правом нижнем углу. Вы можете по этому QR-кодику послать вашу финансовую поддержку такому человеку, как я. Вот. И это бы было очень здорово. И я бы была благодарна вам. Перед Богом благодарна. Перед людьми. И обязательно буду говорить о всех, кто вот присылает донаты. Буду рассказывать. Но не всегда я могу прочитать, кто это послал. Люди некоторые пишут. Лена задонатила вас или задонатил. И вот в частности недавно история такая вышла. Человек обиделся она на меня. Вот. Алиса Зазеркалевна. Вот. Был такой момент, что я не назвала ее. Но я говорю, в каком-то из видео я же называла. Вот благодарность выносила человеку. Ну, видимо, пропущено было это сообщение человеком. И вот я приношу извинения. Еще раз говорю спасибо, Алиса Зазеркалевна. Вот такой замечательный человек у меня подписчица. За вашу поддержку. Спасибо всем огромное. Всех я вот перечисляю. Кого я знаю, кто перечислил помощь мне, денежку, да. Вот. И очень благодарна. Очень благодарна. Потому что людей, вот финансово так, поддерживающих, очень и очень мало. И говорю, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Поддержите меня так. Он платный, эксклюзивный. Закажите у меня поздравления с днем рождения. Таким образом вы поддержите меня. Вам будет хорошо. Как бы вы не просто так отправили вашу денежку, а за что-то. За мое добро. То есть, как говорится, вы рассуждаете. Закажу песню. То есть, с пользой для себя. Не просто дам ей денежку, а песню закажу. Моя песня зазвучит. Принесет другим радость. Представляете, как мир наполнится, да. Коэнергии добра. И вот ссылочки у меня есть, кстати, в шапке профиля. Вот международные донаты. Самая хорошая ссылочка. По ней вы можете перечислить без проблем. Помощь Лени Летта. То есть, мне. И вам будет хорошо. И мне радость какая. И мне какая поддержка. И понимаете, вот то, что я чем потом поделюсь, благодаря вашему участию в моей судьбе, это достанется всем. Это будет достоянием всех. Все будут слушать мои песни. Всем будет хорошо. Даже вот с днем рождения поздравляю человека, а потом загружаю в интернет. Вот. И 14 числа мне разрешили загрузить в интернет видео, которое я поздравление записала с днем рождения. Поздравляла человека. Оно не было музыкальным таким. Это была моя инициатива там немножко музыки добавить, да. Оно было заказано в прозе, это поздравление. Вот. Но я же человек творческий такой. Я вот маленький такой фрагментик музыкальный вставила. Вот. Так что, друзья, жду, жду, жду ваших. Сообщений. Директ. Это ВКонтакте. В сообществе Лена Лето. Английскими набираете Лена Лето. Сообщество ВКонтакте. Там можете мне написать в сообщениях. И на электронную почту. Адрес электронной почты у меня в Ютубе, вот в шапке профиля указан. Буду ждать ваших сообщений. Ставьте ваши лайки, пожалуйста. Делайте репосты моих видео. Я буду благодарна, благодарна за любую поддержку. И, конечно же, жду ваших комментариев. Жду, жду, жду вашей обратной связи. Дай Бог, чтобы она была, связь эта добрая и долговечная. То есть на все, на все года. Вот как я появилась в вашей жизни, пока я буду жить, чтобы мы могли с вами общаться, дружить и друг другу радость приносить. Вот ваша Лена Лето из интернета. Все, солнышки мои, убегаю я от вас. Потом еще ждите меня уже в прямом эфире. Я выйду в прямой эфир, и вы меня увидите, услышите. На улице, на лоджии у меня 36 градусов. Представляете, что творится на солнце. Это же вообще. Очень жарко, очень душно. Очень так вот прямо, ну, можно сказать, некомфортно. В мире, если вы не около реки, если вы где-то не в лесу, не в Дубраве. Вот. В общем, я тружусь, как говорят, как раб на галерах. Вот я не могу же покинуть, да, мою аудиторию. И я действительно стараюсь вот для вас и приношу вам радость. Мир мой вот такой красивый такой, необыкновенно красивый мир. Солнечный, цветной такой. Я вот слушаю мнения обо мне людей, что люди говорят, вы заряжаете энергией, у вас столько позитива. И люди просто это обнять и прислониться, и присоединиться вот к моей энергетике такой, да, чтобы как бы взять этих сил от меня. И мне приятно, что люди до такой степени меня любят. Спасибо вам огромное, друзья мои. С вами была я, Лена Лето. Ждите меня снова, снова сегодня в прямых эфирах. Ожидайте. И буду видео выкладывать. В общем, я тружусь неустанно, вот целый день. С утра просыпаюсь и за дела. Вот. Кто-то говорит, чем вы занимаетесь? Ну, вы представляете, что такое? Выложить видео, снять, выложить, обработать. И снять новое, записать видео. И сыграть песню. И вот я для Пети подготовила песню, которую он у меня заказал. Вот Петя все будет хорошо на ютубе у меня, да? Вот он заказал эту песню. Вот. На прямом эфире. И в общем-то мне приятно, что я смогу Петю порадовать. Но, конечно же, я не смогу петь высоко, высоким голосом. Вот. Бумажные самолетики. Вот. Самолеты. Я буду петь, конечно, тем голосом, который у меня сейчас вот случился. По причине того, что я, конечно, надорвала голосовые связки без микрофона. Благодарна буду за каждую вашу помощь, да? Если бы кто-то сейчас прислал бы, вот, денежку, сказал бы, Лена, это вам на микрофон. Вот. Вот он стоил 3 500. Ну, может, он сейчас уже стоит 3 700, может быть, стоит такой микрофон. Вот. Если кто-то вот пришлет такую сумму, вот 4 000 кто-то пришлет, как я буду рада, как я буду благодарна за такую разовую, такую направленную помощь. Очень буду благодарна. Жду, жду. Поддержите меня.